Приветствую вас! И, наверное, начать стоит с того, что вашему ребенку сейчас 8 лет. И 8 лет это такая вот активная фаза, когда, знаете как, ребенок еще вроде бы не совсем подросток, да, то есть он не является подростком, но он уже выходит из возраста такого вот, младшего и школьного, и постепенно взрослеет, постепенно становится кем-то, ну, большим, да, кем-то более таким зрелым. И то, что делает ваш ребенок действительно очень похоже на его попытку, на его желание как-то себя проявить. Это не обязательно привлечение к себе внимания как такового, это именно стремление просто себя проявить. И невозможно сделать этого по-другому, по какой-то причине, по какой-то причине. Вот этот момент, момент о том, что ваш ребенок пытается себя реализовать, очень важен. Но вопрос возникает такой, а почему ребенок использует такие средства и методы для того, чтобы себя реализовать? Почему он не использует другие, более привычные, более подходящие способы? И вот на этот вопрос, как же нужно постараться найти ответ? Вам. Далее. Очень часто поведение ребенка – это отражение настоящих, текущих и застарелых, не всегда явных проблем в семье. И что-то делает ребенок, может быть своего рода таким бунтом, проявлением бунтарства по общей линии, вознести в вашей семье. То есть, если, например, у вас проблемы в семье и ребенок эти проблемы чувствует, именно чувствует, заметьте, не осознает, не понимает их, а чувствует, то он инфинктивно пытается себя от этих проблем отвлечь. И как отвлечь? Только выходя за рамки. Только выходя за рамки и чувствуя, что он может что-то сделать. Чувствуя, что он в силах что-то сделал. Чувствуя, что он способен как-то повлиять на свою хотя бы жизнь. И вот этот момент тоже нужно обязательно учитывать при понимании ситуации ребенка. Совет, который дал вам предыдущий эксперт, он безусловно хороший. Он безусловно хороший, но он не решит главные проблемы. Это проблема. Во-первых, проблема доверия между вами и ребенком. Это первая проблема. Проблема вторая. Это проблема ответственности ребенка. Ответственности ребенка я имею в виду ответственность ребенка за себя, за свои действия какие-то. и пониманием, пониманием обязательных последствий того, что он делает. И вот это чувство ответственности за то, что ребенок делает, вот это вот чувство ответственности вам необходимо ему прививать. и прививать только путем выработки соответствующего отношения к нему. То есть это не ругать, это не обижать, отскорблять и прочее. Это именно показывать неодобрение того, что ребенок сделал и как он это сделал. И вот если вы, если вы будете поступать подобным образом, то можете прививать ребенку чувство ответственности. И это чувство ответственности не будет уже позволять ребенку, собственно говоря, действовать так и делать то, что он делает в США. Но нужно понимать, что времени для того, чтобы сделать подобную вещь, у вас на самом деле уже не так много. То есть в подростковом возрасте ситуация может быть гораздо более сложной, чем то, что есть на сегодняшний день. И лучше будет, если вы поспешите, лучше будет, если вы уже сейчас начнете делать подобные вещи, ну, подобное изменение в своем поведении. Ну и, наконец, последняя проблема, которую хочется обозначить, это проблема кумира. Это проблема мужского поведения для ребенка. и, соответственно, ориентации ребенка на него. То есть мальчик всегда, всегда, заметьте, всегда ориентируется на взрослого в своем поведении. и образ, образ, образ взрослого, особенно образ того взрослого, который вызывает у ребенка восхищение, уважение, потребность, потребность, ну, как-то следовать за собой, за ним, да, вот этот образ, который всегда заключается в мужчине, этот образ, также необходимо, чтобы у ребенка был. И если его нет, то возникают, конечно, большие проблемы. и вот те направления, которые я вам дам сейчас, те направления, в которых вам нужно двигаться, они помогут, они помогут вам разобраться с тем, что происходит с вашим ребенком, самостоятельно, или с помощью психолога, не так важно. важно, чтобы вы сейчас просто понимали, хотят, вот просто понимали, что происходит с вашим малышем, и смогли бы ему адекватно помочь. Я думаю, что на этом можно закончить. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что помог вам. если дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!